Музыка Итак, Сергей Валерий Железов, агроном настоящий, с дипломом. Он же питомник и владелец лучшего питомника России. Говорю скромно, потому что сам когда-то его научил всему, чему знал. Значит, это он позирует рядом с одним из лучших сортов мировых. Это нарядный Фимова гран-при. Не помнишь, Париж или Диссельдорф? Я не помню, честно говоря, опаздывал уже идти надо. Так, и наконец последняя его профессия. Владелец магазина сельского. Вот, и параллельно еще и продавец, потому что никого, это, никто не хочет поторговать. Почему продавец есть, просто попросил время отдохнуть? А, ну понятно, не оправдывайся. Я не оправдываю. Так, это, в общем, как говорится, лучший садовод. Нет, не так. Один из лучших садоводов России нашел свое призвание. Какое именно? Только, походу, владелец магазинчика. Ну, это так. Ладно, теперь, Сергей, я пойду, показываю твой питомник. Уж извини, но за этими словами должны последовать дела. Я должен это доказать. Вот, оглянулись те груши в том краю. Мы уже все с вами пробовали, видели. Урожаи предельные. Вот. Сварог. Видите, какой он в этом году? Он, в общем-то, в этом году себя не оправдал. Вот. На нем всегда было от 300 до 40 ведер. Скромно так. Может, вам кажется, эти деревья маленькими. А на самом-то деле, за 25 лет они вымахали вот туда до неба. Итак, мы с вами, друзья, говорим о грушах. Ах, елки-палки. Да что же это такое? Не было их видно. Один из суперсортов. Воронежская деликатесная. Так, а как же мы пробовать-то будем, а? А я-то их и не видел. Вот они. Я думал, в этом году пропускают урожай. Нет. Сбылось. Ладно, потом попробуем. Ну, на эти мы нагляделись на мировых лидеров, на нарядных фимов. Кстати, обратите внимание, почему вот так растут деревья. Вот это молодой абрикос. А вы видите между ними расстояние какое? А почему? Он, это, уклоняется. У каждого свое невидимое биополе. Вот так вот. А где место почище, вот же абрикос, смотрите. Здесь им никто не мешает. Они растут ровненько. А это привыкки 2019 года. Как, впечатляет? На следующий год уже зацветут. Это супер сорта. Равных их нет во всей России. Ну, если вы скажете, что видели листья такие или больше, ну что ж. Вот. Наверное, мои абрикосы, мои кулоны расположились по всей России. Еще немного. Мне придется идти в ученики своим ученикам, которая была у меня, когда сегодня у нас срезали. В общем, понедельник был вебинар. Я показывал 130-граммовые и больше плоды абрикоса в Калининграде. Причем они были выращены из моих черенков. Я сказал Людмиле, владелица уже, теперь уже мирового нет российского рекорда. Может быть, кто-то скажет, что у меня 140-граммовые. У нее где-то до 135-ти получились. Может и скажет, но пока все скромно молчат. Ну, а Людмила всего лишь у меня выписала черенки бая. И получила рекордный урожай. Я догадываюсь, что где чуть потеплее, о, упала груша, где чуть потеплее, там, значит, и плоды получаются при прочих равных условиях крупнее. Еще одна груша. Вот, посмотрите на нее. Вот она. Вот они, игрушки висят. Вот, вот они вот такие вот. Посмотрите, вот такие. Ну, не сказать, что это предельные груши. Вот. Ну, вкус необыкновенный. Чернобаев, которому я веночку подарил, вот такую вот, вырастил грушу эту и сказал, что она самая сладкая. У меня что есть в виде? Осеннее Яковлево сладчайшее. Память Яковлево сладчайшая. Вот. Вот. У него получается или свой вкус, или в какой-то степени на новом месте, может быть, чуть-чуть другие характеристики. А между нами 30 километров. Так, теперь смотрим. Вот это и есть питомник Железово. Сейчас уже листья чернеют. Именно так они уходят в зиму. То есть не желтеют, не бронзовеют, а именно чернеют. Это приближение осени. Вот видите ямки? Видите? Это были выкопаны части питомника. Вот они, вот они. Вот они и уехали на... Как он называется-то? В общем, на грузовике уехали в Красноярске. Были родданы тем, кто заранее платил. А это что за чудо? Так, а я что-то его не замечал. Ой, красота какая. Так, и что самое интересное. Я, как отец этих сортов, клонов. Сорта не я, а клоны я. Я должен знать, а что-то такое. А теперь я хожу и думаю. Что-то среднее между розмарин, это не глядя на бирку, между розмарин, квинти и мелбой. И на то похоже. И на то, и на то. А Сергея рядом нет. Вот. У него память лучше. Бирка, где ты? А то останутся так же, неизвестности. А мне хочется, чтобы знали, что у меня есть. Бирка, бирка, бирка. Ну и что? Ну это я когда-то садил. Вот я и прокололся. Форма не имел бы и не квинти. А краска? Нет, все. Я увольняюсь, чертовать. Это что это такое? Когти я потом найду бирку. Только тогда, когда листья упадут. А если вообще нет? И что тогда получается? А этот сорт тянет на одного. Нет, нет, не российских. Нет, это сильно громко. На одного из мировых лидеров. А вот когда вот такие вот, да? Вот тут еще кажется, что это все-таки розмарин. Да, 50% розмарин, 20% что это квинти, и 30% что это мелба. Ну будем ждать, пока дозреет. Кстати, мелба-то посыпалась. Значит не мелба. А, нет, вон она мелба. Ну давайте сравнивать. Ну я точно чертюсь, ребята. В собственном хозяйстве разобраться не могу. Посмотрите, какие плоды. Не, надо туда идти. А я же про груши хотел. Да что же это делается такое? Да я уже тут два ведра собрал. Откуда вы беретесь тут? А? И что интересно, да? В этом году, вот уж вы видите, очень большие плоды. Это с мелба. Вот она. Да? Она посыпалась. Значит это не мелба. Остается розмарин или квинти. А вот это вот. Ой, туда идти-то надо еще. Сколько идти, обойти ограду. И этот участок, ну и прикуплен Бог, в шестнадцатом году. Я успел вот это вырастить. Скромно. Посмотрите. Посмотрите. Это все новички. И вот сейчас я приблизил, да? Приблизил. Нет, это надо в руках подержать. Надо Сергею сказать. Нет, не буду их трогать. Итак, еще раз. Растерялся. Бывает, аж давление подскочило. Перед вами. Аленушка. Один из... Это не один, а лучшая полукультурка на свете. Вот если бы не размеры мелкие, можно было бы спутать. Хоть с мелбой, хоть с квинти, с чем угодно. И по вкусу, по красоте. Ну, мелкие. Вот. А вот эти вот, да? Я скажу Сергею. Он тут тоже не каждый день забредает. Все некогда. Торгаш, блин. Вот я ему скажу, чтобы он угощал гостей. Именно этими стоит гостю. Ой, нет, придется обойти. Подержать в руках. Люблю хвастаться. Итак. Так. Обходим. Про грошу уже забыл. Вот. Питомник в целом выглядит вот так. Самый крупный остается навсегда. Вот. Потому что продать все не удается. Раз. А во-вторых. Вот видите, тут уже все зарослено травой. Значит, это уже бывший питомник. Вот они яблочки. Видите? Вот. А видите, вот это дерево погибло. А по нему резанули этой косой траву косили. А здесь уже ни одного яблока не осталось. Это квинти. Вот. Калечим страшно. Смотрите. Стоит только отрезать веточку на прививку. Сейчас сразу целая ветка отсыхает. А бывает и несколько веток. Вот это беда наша. Вот. Но. Такой случай настолько единичен, что следующий случай надо будет искать минут десять. Еще такой. О! Ну да, даже. Ну на, даже. Квинти, квинти. Любуемся. Вот он. Форму видели. Вот. Имел бы чуть поплоше. Имел бы в разрезе сильно красный. Вот он. Вот он. Так. Пошли дальше. Все-таки не зря ходим. Так. Ну, смотреть на персики вредно. Зимует на морозе. Вот. Это исторический факт. Показательные. Вот они. Вот они. Зимует на морозе. Вот. Это питомник. Весь зимует на морозе. Он единственный в России. Другого такого нет. Это как Мерседес. Рядом даже не с Запорожьевым. Нет. Рядом даже с этим. Самокатом. Такая разница между саженцами. Сергеем. Вот. И все остальные братья, которые фотографии. Легко установить. Есть фотографии с интернета. Все. Вранье. Смотрим дальше. Так. Смотрим на Антоновку. Ну, а про Антоновку фильм был снят. Вот. Видите. Она еще будет окрашиваться и розовеет. Но это чуть позже. Идем дальше. Вот. Вот. Фаины. Раз, два, три, четыре. Уже отошли. Вот. Показываю все подряд. Фундук. Уже литр собрал. Очень мелкие плоды. Вот они. Видите? Все равно их можно есть. Урожай сумасшедший. Если не поленится все это поднять. Здесь получится. Ну, наверное, учитывая, что еще не все упали. И что я... В общем, где-то от пол ведра до ведра. Это молодой совершенно. Когда я покупал этот участок, это получается 2016 год. Ну, догадайтесь, какой у него возраст. Ладно. Все-таки меня в тщеславе привело сюда. Я, переш... С этой стороны уже ограды. Сейчас я показываю. У нас там еще есть такое образцовое дерево. Но мы его не трогаем, потому что... А вдруг еще телевидение приедет. Давно забыли ко мне дорогу. Вот, пожалуй. Вот это яблоко я вам покажу. Сейчас закончу съемку. Несколько сделаю фильмов. Нет, не фильмов. Фотографии. Вот так они выглядят. Сюда они сыпятся. Ё-моё. Богатство это главное. Вот и они. Вот и они. У-у-у. Вот теперь представьте себе. Подходит Сергей со своим клиентом. Поднимает такое яблоко и говорит. Пробуйте. Значит, после этого клиент заговорит. Это... Тысяча рублей? Полторы тысячи? Это бесплатно. Это действительно так. Если он продает тысячу или полторы... Точнее не скажу. Вот. Это зависит уже даже от личности покупателя. Ну и, наконец, все-таки... Эх, забыл я все про груши. Ёлки-палки. Наконец, я показываю... Эту самую... Эту самую... Ой-ой-ой-ой-ой... Ну, если вы живёте... Знаете, как... Гектар начали бесплатно давать? Нет. У нас тут зарастает... У нас тысячи деревень по России брошенные. И всё зарастает бурьяном. И самое страшное – лесом. То есть больше они никогда не будут пахотными. Никогда не посадишь там сад. Но нельзя. А вот, оказывается, полярный гектар можно. То есть, если вы живёте при полярном округе, вам гектар дадут. Ну и тогда вам захочется... Живя там, вам захочется иметь всё-таки яблочки. Вот они. Вот они, красавцы. Это... Не зря же мы ходим. Это для полярного круга. Ну и сейчас вернуться к грушам. Ещё потрачу несколько минут. А, кстати, вот красотища. Это лобо. Смотрите. Чуть не прошёл мимо. В этом году очень слабый урожай. Вот. Это зимнее яблоко. И не так не зимнее. Ну, назовём на осеннем, позднем. И, наконец, вот они, груши. Здесь когда-то был рядок. Но они были проданы. Видите, тут вот один рядок, второй рядок. А даже не лучшая, а просто не выкупленная. Взяли, остались навсегда. Так. И вот этот рядок, это и есть памятьякулево. Вот. У меня входит первую пятёрку лучших груш в России, я считаю, и мира. Может, где-то лучше есть? Может быть. Но... Спросите у меня, человека с Украины, который много знает. Вот, видите? Памятьякулево. Посмотрите, какая красота. Вот. Вот памятьякулево. А деревьев четвёртый год, всё. Вот, посмотрите со стороны. Полюбуйтесь на первый урожай. Вот он. Первый урожай, да? Вот. И давайте посмотрим со стороны. Вот здесь, кстати, всё было в яблоках ярких красных. Это как раз есть в квинте. Есть. Есть тут этот самый мёба. Есть тут белоснежный кандиль. Есть тут розовый, розовый, розовый. До сих пор не могу, сам привил, сам нашёл. А название не могу запомнить. Розовый. Розовый. Всё. Старею, увольняюсь. Но возвращаемся к этим. Видите, какие груши. Вот они-то. Тут уже выдавливается питомник. Вот он ещё живой. Ещё есть кое-что. Ещё есть кое-что. Вот. Но. Так как уже место занято, видите. Там уже травище. Она будет скошена. И уже будет газон. Вот они. Мощные. А им всего четвёртый год. Хотите проверить? Очень просто. Вот лист упадёт. Там легко смотреть, где ярусы. Где развилки. Вот. Ну, естественно, что важнейший момент. Всё-таки мы начинали с груши. Заканчиваем с грушами. Важнейший момент. Никакого ухода. Никаких обрезок. Единственное, они обречены, что с них эти ветки самые лучшие. Посмотрите, какие ветки. Там штук 40, тут штук 30, тут штук 40. Они будут все срезаны, искалечены деревья. Но это их судьба. Это маточные деревья. А если брать в целом, то допустим, что это не маточные. Допустим, они уже у вас растут. Если вы купите у Сергея саженцы так, тогда весь уход в том, что ничего не делать, не подходить. Только собирать плоды. Желательно земли, потому что каждый раз это тоже никто не знает. А потом жалуются на периодичность плодоношения. Когда отрывается плод, где его взять? Вот он, да? Когда отрывается плод. Вот это вот называется плодовое образование, плодушка. Остается рана. А она зимой замерзает, и тогда вот эта часть вся замерзает. Поэтому что мы делаем? Ждем, когда упадет. Хватает наестся. Но деваться некуда. Если хотите месяц, два, три, чтобы она лежала, это осенний сорт. Видите, еще не думают падать. А сегодня восьмое, кажется, восьмое сентября. Месяц-два могут лежать в холоде. Но тогда надо отрывать с плодушкой. Калечиться. То есть отрывать с этим самым. И как мне наконец-то, первое письмо, Валерий Костянович, я беру, как вы учили, ножницы и вот так вот отрезаю. Чтобы это место было целое. И здесь, чтобы попробовать оторвить тут, плодушка, скорее всего, уцелеет. Потому что вот эта часть останется. Но тогда здесь будет рано уже на самом плоде. Он долго не проживет. И вот это противоречие, между тут отрывать или тут отрывать, я научил, она отрезает пополам ножницами. Ну, в маленьком саду. Почему бы этим и не заниматься индивидуально с каждым, с каждым, каждым, с каждым плодом, пока их еще мало. Так, ну все, полюбовались. Вот он и есть, этот самый питомник, который я называю Кочущий. Вот. Переход в маточный сад. Ёлки-палки. Медовая. Чуть не забыл про нее. Вот она чудо из чудес. Сейчас у меня два лидера по сладости. Розмарин и медовая. Вот. А перед этим было Милба и Квинти. Но соревнование переходит к новичкам. Тем более, когда на Молдых деревьях видели, какие крупные плоды. Ну что, все, будем заканчивать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...